Друзья, в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко впервые проводится международный выставочный проект «Фестиваль графики Уни-Графика-2019». И всё об этом расскажут наши гости. Да, а именно Анастасия Полтинникова, куратор фестиваля, художник-график, Евгений Казицын, художник и инициатор выставки. Собственно, Надежда Устрицкая, художник-график, доцент кафедры КубГУ. И куратор графики. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что за фестиваль? Для чего он? Для кого он? И почему международный? Для чего и для кого, конечно. Международным стал благодаря тому, что у нас участвует 31 страна, 175 авторов. Для первого раза масштаб, конечно, превзошёл все ожидания. А страны в пределах материка? Нет, страны, на самом деле весь шарик. Ух ты, ух ты. То есть действительно очень широкая география. Для посетителей это уникальная возможность увидеть такой вот срез культур на самом деле. Не только графическое искусство как таковое, да, но и менталитет разных культур, разных людей. И действительно это творчество из разных уголков мира. Евгений, у вас хотелось спросить, как пришло в голову, почему именно графика? Почему такой масштаб? Да вообще, в общем, как родилось-то это всё? Очень просто. Дело в том, что графика – это такой вид искусства, который вездесущ в изобразительном искусстве. Скульптор начинает с графики, живописец начинает с графики. Ну, график, естественно. Графиками мы были все, особенно в детстве. О, так, я знаю. Нина сегодня с утра нарисовала рисунок. Ты понял. Да? Я сделал так, чтобы его удобно было положить в карман. Посмотри, это графика, да? Да, поэтому мы живём в... Нина может участвовать в выставке. ...всеобщем братстве графика. Поэтому и как-то в последнее время вдруг графика стала, ну, не очень востребованная, что ли, среди собирателей искусства, ценителей искусства. Вообще у строителей разных выставок графика как-то немножко задвигается на какой-то второй, третий план, даже на самих экспозиционных площадях. Почему? Это может быть связано с чем-то, с темпом жизни, с развитием цифры или что? Да, искусствоведы плохо работают. Да, не очень их хорошо популяризируют, не очень хорошо рассказывают, что это такое. Поэтому... Больше нужно рекламировать графику, я так понимаю. Да, плохо работают с той категорией людей, которые вообще собирают произведения искусства. Поэтому... И вообще у нас их в Краснодаре мало. Поэтому мы решили немножко чуть-чуть расшевелить. То есть у меня пришла идея, чуть-чуть расшевелить наше общество, привлечь внимание к этому виду искусства. И, в общем-то, чтобы люди заинтересовались, посмотрели. Кто-то, может быть, опять ушел из живописцев, опять в графике вернуть. А, перевербовать, значит, есть такие планы, да? Нет, наоборот, вернуть в наше... Нет, я считаю, да. Ну, кроме того, что действительно весь шарик задействован в участии, какие еще уникальные работы, может быть, техники, может быть, еще что-то будет на выставке? Мы решили поддержать программу фестиваля, основную выставку, еще рядом мероприятий по городу. Такая была идея, просто, ну, это такое, графика в городе. И параллельно мы называли, так же, как наш фестиваль, униграфика, мы назвали ряд выставок, универсум, унисон, где мы проводили выставки графики тоже, но уже силами краснодарских художников. Там были показаны работы, в основном, худографа КУКО, там были показаны работы с Челюскинской. Это дом творчества, где краснодарские художники в свое время, скажем так, отправлялись на эту творческую дачу, рисовали там, и в результате получали работы. Вот мы эти работы выставили в галерее Варина, также еще в галерее Глюк, в галерее Арсоюз, и вот на других площадках в университете нашем. А мы знаем, что проходили мастер-классы для людей, которые просто хотят попробовать себя в этом творчестве, да? Ну, на мастер-классах мы хотя бы рассказывали, что такое гравюра, объясняли. И вот я вам могу показать с последнего мастер-класса, то есть здесь представлен такой небольшой плакатик, где я показываю гравюру на меди и отиск с нее. Рассказываю там, как это сделано. Мы даже попробовали сделать маленькие гравюрки, вот в течение двух часов мы получили. Ну, это гравюра на меди. Да. А у вас случайно нет с собой работ с мастер-классом? Нет, мы подарили всем участникам, даже печатные формы подарили маленькие. Ну, получалось у людей за два часа всего? Да, да, да. Ну, слушайте, ну, на самом деле это... Ну, вот гравюра, я помню только из учебников истории, что какая-то картинка и написано «Гравюра». А что это значит? А вот что это значит, ну, я первый раз держу в руках форму. Вообще у нас в Краснодаре есть школы графики? Да, конечно, конечно, и потом была очень хорошая школа, и в университете было много преподавателей, в котором все учились когда-то. Мастерские были, хорошие графические мастерские. Опять же, где настоящих, на меня у нас нет. И художники были. И художественного образования можно получить и образование по графике. Откуда самый дальний гость на выставке? В оба конца, так сказать, можно искать, дальних гостей. С Австралии есть? С Австралии, по-моему, нет. Но есть у нас из... Из Мексики, мы знаем. Из Мексики, да. Есть Пуэрто-Рико, есть Индия. Поэтому действительно из разных концов нет. Кому вот в первую очередь туда нужно будет пойти? Кому это будет интересно? На самом деле для всех. Как и для узкопрофильной аудитории, для студентов, для самих художников, так и для простых людей, которые заинтересованы искусством, творчеством. То есть основная цель, это, конечно, тоже образовательная. То есть люди могут узнать больше о видах искусства, в частности, графики. Увидеть, насколько мы разные. То есть темы, сюжеты. Несмотря на то, что человек, вроде бы, объединяющая тема, да. Но каждый интерпретирует ее по-своему. И то, что видят наши местные авторы, не видят иностранцы. То же самое наоборот. Мы просто объединили под одним куполом, под одним пространством, в общем-то, концентрат культур и видений на мир. Видений художников на мир. Настя, мы знаем, что вы тоже художник. Свои работы представите, представляете на фестивале? Да, поскольку я не состояла в жюри, да, не оценивала. То есть в этом плане никак не была задействована. Я предоставила несколько работ на отбор и прошли две линогравюры. Вот наглядно можно увидеть. А, это они. Так как у нас в фестивале участвует и печатная графика, и уникальная графика, да. Печатная графика хороша тем, что она может быть, так сказать, и здесь, и там, да. И вашу маму и здесь, и там показывают. То есть у нас действительно в рамках других выставок тоже некоторые участники предоставили свои работы. Оттиски, да, отпечатки. То есть здесь это техника линогравюры. Мы видим несколько форм. Это многоцветная печать, то есть каждая форма под отдельный цвет. В итоге мы получаем готовое изображение, готовый оттиски. А, все. Вот, многоцветных работ в фестивале тоже очень много. То есть работа кропотливая, это может быть не только, да, линогравюра в металле тоже самое. Я хотел еще обратить внимание на один аспект. Графика – это один из самых коллекционируемых видов художественного творчества. Почему? Потому что он просто коллекционирует, просто хранит. То есть коллекционеров тоже приглашаем. Конечно, конечно. Спасибо большое. Друзья, все отправляемся на выставку. Пройдет она, она уже идет, да? Идет, до 13 октября. Поэтому, друзья, вперед. Уни-графика 2019. Если вдруг что-то пропустили или забыли, заходите на сайт нашего телеканала kuban24.tv сейчас. Спортивные новости, погода. Просто узнаем, что творится в нашем крае, потом вернемся в студию. Хорошего утра и узнаем. И узнаем, почему к чаю лучше съесть дорожную сумку.